Так, супер! Запись пошла, вебинар начинается и приступаем. Ну что, для начала я предлагаю нам с вами познакомиться. Меня зовут Алексей Фриман, если кто еще не знает, кто знает хорошо. Хорошо. Я эксперт в Инстаграм, я эксперт по продвижению в Инстаграм, по заработку в Инстаграм и так далее. Уже три года я этим занимаюсь, достаточно успешно. И вот уже два месяца, как я занимаюсь преподаванием темы Инстаграма, учу людей, как зарабатывать в Инстаграме. Да, я вижу, что здесь с нами сегодня есть Максим. Максим. Если я правильно понимаю, какой это Максим, то это мой ученик с первого потока. Так что я думаю, он мне не даст соврать, если я что-то буду говорить. Так что придется мне говорить абсолютно честно, открыто и искренне. Максим, это ты? Ну, вообще огонь. Супер. Давайте тогда познакомимся немножко с вами. Расскажите, пожалуйста, кто из какого города. Напишите в чате, кто из какого города. Орск, Оренбург. Супер. Получается, у нас сегодня собрались земляки. Потому что я тоже с Оренбурга, а Орск у нас рядом. Так что мы все соседи. Супер. Так. Подскажите, сколько вам лет? Напишите в чате, сколько вам лет. Так. 20, 22. Ну, я смотрю, у нас молодая аудитория собралась. Мне 29. Недавно исполнилось. Честно говоря, сам не верю. Потому что в душе мне 25, и после 25 лет я постоянно путаюсь, сколько же мне лет. Ну, отлично. Кто-то уже пользуется Инстаграм? У кого есть аккаунт в Инстаграм, поставьте плюсик в чате. А у кого нет, можете поставить минус в чате. Ну, отлично. Отлично, Диана. То, что у вас нету Инстаграма, ничего страшного. Значит, сегодня будет. Сегодня будет. Так, смотрю, к нам присоединился пепел, рэп-мьюзик. Уважаемый пепел, подскажите, из какого вы города? Воронеж. Отлично. То есть, теперь у нас не только земляки, но и Воронеж нам присоединился. Подскажите, у вас есть Инстаграм? Супер. А сколько лет? Ну и, наверное, чтобы было удобнее общаться. Как зовут-то? Как зовут-то? Как зовут-то? Алексей. Отлично. Тезка. Будем знакомы. Меня зовут тоже Алексей. Наверное, уже все слышали, да, что в Инстаграме можно зарабатывать. Если слышали, поставьте плюсик. Если не слышали, поставьте минус. Хорошо, все слышали. А теперь поставьте плюсик те, кто верит в то, что в Инстаграме можно зарабатывать. А кто не верит, поставьте минус. Ага, Диана не верит. Ну, сегодня я постараюсь все-таки донести эту идею и показать, что реально можно. Да, все скептики на самом деле. Я тоже был скептиком, пока первые деньги не пришли. Хорошо. Тогда такой вопрос. А хотели бы научиться зарабатывать в Инстаграм? Что вы вообще ждете от Инстаграма, от этой темы? Хотели бы в нем зарабатывать? Хорошо, Алексей. Допустим, не зарабатывать, а продвигать свои услуги. Или, я так понимаю, вы музыкант, свое творчество продвигать. Отлично, отлично. Тогда давайте перейдем к тому, что я расскажу, как в принципе можно зарабатывать в Инстаграме. Какие есть способы заработка в Инстаграме. Расскажу о них, покажу. И потом мы сделаем небольшое упражнение, чтобы вы сами уже ручками попробовали. Хорошо? Если хорошо, ставьте плюсик. Если нехорошо, ставьте минусик. Но в любом случае я буду это рассказывать. Супер. Раз все согласны, тогда переходим к следующему шагу, к следующему слайду. И я расскажу, как можно зарабатывать в Инстаграме и сколько. На самом деле в Инстаграме достаточно много способов заработка. В Инстаграме мы можем открыть свой магазин. Наверное, каждый встречался, у кого есть Инстаграм, в Инстаграме с магазинами. Их сейчас стало достаточно много. Да, то есть многие девочки продают вещи какие-то, одежду. Плюс сейчас в большое распространение появились черные маски. Наверное, видели, да, черные маски, которые помогают избавиться от черных точек. Вот. И сейчас это очень, это тренд, это очень распространено. И все в Инстаграме их продают. И в Инстаграме достаточно легко открыть магазин. Почему? Потому что вам не нужно сделать себе какой-то сайт. Вам не нужно заморачиваться с этим, покупать там домен, заказывать сайт, наполнять этот сайт. Ничего этого делать не нужно. В Инстаграме все это делается гораздо быстрее. В Инстаграме вам достаточно завести просто аккаунт, наполнить его фотографиями с товарами и начать его продвигать. Люди будут видеть ваши товары. Если им это нужно, они будут заходить у вас покупать. То есть вам не нужно будет каких-то настраивать директы, думать о каком-то SEO-продвижении сайта, чтобы его как-то можно было найти в поисковых системах. Этого ничего нет. В Инстаграме все гораздо проще. Плюс, Инстаграм это все-таки социальная сеть, которая рассчитана на фотографии. То есть, соответственно, если мы выкладываем у себя в магазине, допустим, платье, а если это платье одето на какую-то красивую девушку или, к примеру, на какую-то звезду, то все. Вы звезда Инстаграма. Вы победили всех. Просто выложили фотографии. Людям эта фотография понравилась. И они захотели себе ее купить. Вернее, не фотография, а вещь, которая изображена на этой фотографии. Тут все просто. Второй вариант заработка – это продажа рекламы. Рекламу продают сейчас в Инстаграме очень многие. Так же, как в ВКонтакте, когда в ВКонтакте появились группы, и они стали достаточно распространенными, и когда они начали набирать себе первых подписчиков, большое число, там начали продавать рекламу. Ровно так же ситуация обстоит в Инстаграме. То есть сейчас в Инстаграме появилось очень много тематических пабликов, то есть аккаунтов, в которых какой-то тематический контент размещен. Что это значит? Возможно, те, кто есть в Инстаграме, уже видели, что есть всякие Инстаграмы про зверей, есть всякие Инстаграмы с рецептами, есть всякие Инстаграмы с ручными поделками какими-то, есть Инстаграмы про путешествия и так далее. Вот, получается, что в эти Инстаграмы собираются люди по интересу, и, соответственно, эти люди там достаточно активно себя ведут, они комментируют, ставят лайки, ну и вообще им нравится в этих аккаунтах находиться, потому что им там интересно. Соответственно, когда в этих аккаунтах набирается большое число людей, то эти аккаунты становятся интересны для рекламодателей. Рекламодатели начинают предлагать разместить свою рекламу в этих аккаунтах, и за это владельцы этих аккаунтов получают деньги. И получается, чем больше аккаунт, тем больше стоит реклама. Ну, это очевидно. Так же, как в ВКонтакте, нет никакой разницы. Чем больше группа, тем дороже, так же и в Инстаграме, чем больше группа, тем дороже. Но в чем отличается Инстаграм от ВКонтакта того же самого? В Инстаграме продвинуть свой аккаунт гораздо проще и гораздо дешевле сейчас, потому что Инстаграм появился не так давно относительно, и он очень стремительно развивается. В нем очень много людей, с каждым днем людей в Инстаграме становится больше, и, соответственно, в этих пабликах людей тоже становится больше. И поэтому сейчас самое время начать продвигать свой какой-то аккаунт в Инстаграме, потому что сейчас не такая большая конкуренция. В дальнейшем конкуренция будет гораздо больше и будет гораздо сложнее и дороже. Поэтому надо успеть занимать. Я помню, когда я первый раз узнал, что в ВКонтакте люди на своих группах зарабатывают сотни тысяч, я сидел, рвал на себе волосы и думал, почему я этим не занимался, почему я не догадался делать это. И когда появился Инстаграм, я понял, ну, раз она только стартовала, эта социальная сеть, значит, надо быть первым и успевать, потому что потом будет поздно. И сейчас еще время есть для того, чтобы начать. То есть второй вариант заработка в Инстаграме – это реклама. Рекламу свою продают как тематические паблики, так и блогеры. Те, кто есть в Инстаграме, наверное, уже видели, что в Инстаграме есть очень много аккаунтов мамочек, к примеру, которые выкладывают фотографии своих детей и пишут интересные посты о том, какие они присыпки используют, какие они питания используют для детей и так далее. Соответственно, к себе они собирают много молодых мамочек, которым это тоже интересно. Ну и когда там набирается большое количество мамочек, естественно, что всякие магазины, которые продают детскую одежду, детское питание и другие товары для детей, хотят разместиться там, потому что там их целевая аудитория. И они готовы за это платить. Вот, это то, что касается рекламы. Третий вариант заработка в Инстаграме – это продвижение чужих аккаунтов. Что это значит? Это значит, что сейчас многие фирмы поняли, что в Инстаграме можно набрать достаточно дешевых людей, потенциальных клиентов. То есть это стоит очень недорого, в отличие от других мест. То есть если, допустим, ВКонтакте реклама в паблике на 10 тысяч человек будет стоить, я не знаю, тысячу рублей, то в Инстаграме она может стоить 50-100 рублей. Это гораздо дешевле и проще. Поэтому сейчас многие фирмы начинают задумываться о том, что нужно ввести свои аккаунты в Инстаграме. Но, к сожалению, далеко не все умеют это делать. Потому что я встречался неоднократно с людьми, которые заводили себе аккаунт в Инстаграме для своей фирмы, выкладывали там какое-то количество фотографий, и на этом все заканчивалось, потому что они не знали, что делать дальше. И, соответственно, если они понимают, что оттуда идут клиенты, оттуда есть трафик, и что нужно это развивать, то, скорее всего, они будут искать специалистов. Специалистов, которые будут продвигать их аккаунт, чтобы они зарабатывали на этом деньги. А этими специалистами как раз-таки можем стать мы. Вернее, вы. Почему бы и нет? Это третий способ. Четвертый способ – это арбитраж трафика. Что это значит? Это значит, что мы можем собирать людей в Инстаграме и перенаправлять их на чужие сайты, чтобы они там что-то покупали. И эти сайты, на которых что-то продается, готовы за это платить. И платить они готовы достаточно неплохо. Единственный минус, что они готовы платить только за результат, то есть за продажу. Но зато они готовы платить достаточно большие деньги. Допустим, те же самые черные маски, если с вашего Инстаграма придут и ее купят, то вам дадут 500 рублей. Сегодня, кстати говоря, я расскажу о том, как очень легко собирать большое количество людей и отправлять их на эти сайты, чтобы они там покупали. И будет возможность, то есть в кратчайшие сроки, причем практически бесплатно, заработать очень большое количество денег. То есть получается без затрат, без вложений. Потому что я обратил внимание, что многие предприниматели, вернее люди, которые хотят стать предпринимателями или как-то начать зарабатывать самостоятельно, всегда говорят, ой, я сейчас не могу начать ничего делать, потому что у меня нет первоначальных каких-то средств. Мне нужны деньги сначала подкопить, а потом я буду зарабатывать. Вот, я покажу, как это делать, не привлекая никаких изначальных средств. Вот, это, пожалуй, основные варианты, которые позволяют зарабатывать. Да, теперь давайте скажу, сколько примерно можно зарабатывать в Инстаграме. Если вы имеете свой паблик, да, какую-то группу в Инстаграме тематическую, и в ней вы набираете порядка 10 тысяч подписчиков, то рекламу в нем вы можете продавать где-то за 300 рублей, от 100 до 300 рублей за один пост рекламный. То есть за то, что вы разместите одну картинку, вам заплатят 300 рублей. В день вы можете размещать смело от одного до трех постов рекламных, без ущерба своему аккаунту. Ну, сами понимаете, то, что ваши подписчики, если очень много будет рекламы, будут нервничать, ругаться и уходить. И это нехорошо, это плохо. А если будет не очень большое количество рекламы, то, в принципе, они не будут на это сильно внимания обращать, а если им будет что-то интересное из этих товаров, то они будут покупать. Соответственно, за это вам будут платить. И вот теперь представьте, 300 рублей за один пост. В день вы можете разместить три поста. Соответственно, в день вы можете заработать 900 рублей. Но в месяц-то у нас 30 дней. Получается, 30 мы умножаем на 900. И сколько получаем? 27 тысяч. 27 тысяч мы получаем в месяц с одного аккаунта. Но надо понимать, что набрать каждый день по три рекламных поста – это достаточно сложно. То есть это нужно искать клиентов, с ними договариваться. Но иметь один-два поста в день – это, в принципе, реально, не сильно напрягаясь. То есть если прям усреднить и взять там какие-то самые плохие расклады, то мы можем смело получать в день, в месяц, получается, с одного аккаунта в Инстаграме, который будет где-то 10 тысяч подписчиков насчитывать, примерно 10 тысяч рублей. Мне кажется, очень неплохая прибавка к основной зарплате, если есть основное место работы, или просто неплохой заработок, если основного места дохода нет. То есть просто получать 10 тысяч рублей в месяц за то, что размещаешь картинки в Инстаграме, фотографии, и пишешь к ним небольшие подписи интересные. Вот и все. Но есть еще один интересный момент. Мы можем заводить себе не один аккаунт в Инстаграме, мы можем заводить сколько угодно аккаунтов в Инстаграме. То есть самое простое, наверное, это 5 аккаунтов. Почему? Потому что на данный момент Инстаграм позволяет ввести с одного телефона 5 аккаунтов. Мы, конечно, можем ввести их со сторонних сервисов, и об этом я буду рассказывать у себя на курсе, тем, кто пойдет ко мне, тот узнает более подробно. Но даже 5 аккаунтов. То есть мы можем смело зарабатывать 50 тысяч в месяц. Если прям совсем-совсем не напрягаться, ну, 20-25 точно. Это вот если там будет по одному рекламному посту в день, на каждом аккаунте, ну, где-то так. Даже там получается больше, да, у нас 5 аккаунтов по одному посту, полторы тысячи в день, ну, даже больше там получается. Это вот такой вариант, который позволяет зарабатывать на рекламе. Если мы ведем не какие-то тематические аккаунты, а если мы ведем какие-то блоги, да, вернее, один блог свой, в какой-то теме, ну, мало ли, допустим, ты увлекаешься там спортом, да, и ты у себя весь спортивный, красивый, подтянутый. Естественно, ты об этом можешь рассказывать, выкладывать фотографии со своих тренировок, выкладывать свое питание, показывать людям, что ты кушаешь, рассказывать какие-то интересные рецепты именно диетической пищи, рассказывать какие-то упражнения, которые можно выполнять, там, в домашних условиях, к примеру, или где-то, я не знаю, на турниках. То есть, да, ну, потому что многие говорят, я не могу пойти в спортзал, у меня денег нету и времени нету, я весь такой себя занятой. Вот, ну, то есть, вот, можно показывать это. И люди будут, надо на это подписываться, и будут смотреть, им будет это интересно. Потому что сейчас, к примеру, здоровый образ жизни, он прям в тренде, да, сейчас все помешаны на здоровом образе жизни, все бросают курить, все бросают пить, все бегают, все катаются на велосипедах, и людям, ну, то есть, не все, конечно, но большая часть смотрит за теми, как люди бегают, худеют и здоровеют, ну, и пускают на это слюни. Но какая-то часть людей все равно интересуется. То есть, соответственно, если мы будем вести такой блог, то мы можем продавать в нем рекламу каким-нибудь магазинам по продаже спортивного питания, к примеру, или спортивным магазинам, которые продают там кроссовки, велосипеды или что-то в этом роде. Но блогеры получают гораздо больше. Блогеры получают за свою рекламу, допустим, в 10-тысячном аккаунте, они могут получать 5 тысяч за один пост, потому что у них уровень доверия больше, гораздо. Да, то есть, допустим, если, ну, по себе можете оценить, если вы заходите в какую-то группу тематическую, то для вас это просто какая-то группа. Ну, да, там может быть интересный контент какой-то, да, там что-то интересное выкладывают, админы какие-то общительные, но между тем это все равно какая-то группа непонятная. А когда вы заходите в аккаунт какого-то настоящего живого человека, то перед вами настоящий живой человек. И когда он что-то говорит, а тем более говорит то, что вам интересно, и говорит то, что вам близко, то вы начинаете ему доверять. Вот, соответственно, вы начинаете с ним как-то взаимодействовать, общаться. И когда он говорит, что, например, он сходил в какой-то магазин, и там ему очень понравилось, или он сходил в какую-то там кафе вегетарианское, или в кафе, которое позиционирует себя как кафе с правильным питанием, да, то, естественно, вы ему тоже будете доверять. И доверять гораздо больше, чем просто какому-то паблику. Вот. Ну и плюс реклама у них гораздо интереснее, да, то есть спортсмен или там человек-блогер, он не выкладывает просто чью-то картинку, а он выкладывает себя. Да, то есть, например, если какая-то девочка ведет свой блог в каком-то городе, к примеру, да, и у нее очень много таких же девочек, которые за ней следят, то, скорее всего, какой-то магазин может ей предложить сфотографироваться в их платье или сфотографироваться в их магазине и выложить пост у себя и рассказать, вот, я сегодня ходил в магазин, а там такие приветливые девочки-консультанты, ой, да они так вокруг меня плясали и помогли мне подобрать нужное платье, я там какое-то себе присмотрел, а они мне сказали, что оно на мне плохо сидит и подобрали мне прям идеальное, и я такая счастливая, довольная, вот, смотрите, какое платье. Да? Очень большая вероятность, что все девочки, которые ее читают, ну, не все, но многие, пойдут в этот магазин. И, соответственно, ребят, тут говорят, что пропадает звук, если звук действительно пропадает, поставьте плюсик. Ага, еще один написал, что пропал звук. А сейчас есть звук? Ну, раз вы ставите плюсик, наверное, звук есть. Ага. Так, если не сложно, подскажите, с какого момента пропал звук, чтобы я повторился, потому что я же не знаю, в каком моменте звук пропал. Алексей, вы сейчас шутите? Или действительно звук пропал с самого начала, и я еще разговаривал сам с собой. Ага, про платье. Хорошо, повторюсь немного. Девочка одела платье и сфотографировалась в этом платье и выложила у себя в Инстаграме. И написала там, что она сходила в такой-то магазин, и в этом магазине ее очень хорошо обслужили. Помогли ей подобрать правильное платье. Самое красивое, самое лучшее. И прям по ее фигуре. И консультанты там золотца, и шоу-рум у них шикарный, и выбор отличный, да еще и платье качественное, и недорогое при этом все. И сфотографируется в этом платье. Соответственно, все ее подписчицы тоже захотят пойти в этот магазин, потому что человек, за которым они следят, и которому они доверяют, рекомендует этот магазин. Соответственно, магазин за это готов платить. И если у девочки, к примеру, 10 тысяч подписчиков, то она может смело за эту рекламу взять 5 тысяч. Либо договориться, например, с этим магазином и получить это платье в подарок. Да, и тогда у нее вообще не будет никаких проблем с платьями. Ровно такая же ситуация со всякими салонами красоты и так далее. Это для девочек, да. Для мальчиков это какие-то магазины с автозапчастями, спортивные магазины, рыболовные магазины и так далее. То есть какие-то такие темы, мужские боли. Но хотя сейчас и многие мужчины интересуются кулинарией или еще чем-то такое достаточно смежное получается, что вроде он... Что ж такое-то у нас? Ну, друзья, я могу сказать, что я, если пропадаю, если пропадаю, если не очень надолго пропадаю, то... Я не знаю. Что, опять с платьями? Что ж такое-то? Ну, в любом случае, запись идет. Я думаю, на записи этих провалов не будет. Видимо, какая-то проблема с интернетом может быть. Я, конечно, жутко извиняюсь. Ну, вот... Супер! Супер! Если все хорошо, то супер! Я просто прям переживаю за эти провалы, потому что интернет вот такая вот штука ненадежная. То ловит, то не ловит. Ну, ладно. Будем надеяться, что в записи все это будет хорошо. Запись в любом случае я вам всем предоставлю. И вы сможете все посмотреть. Вот. Ладно. Идею по поводу продажи рекламы поняли? Если поняли, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если не поняли, поставьте минус. Я тогда еще примеров накидаю. Отлично! Отлично! Давайте я тогда немножечко расскажу о себе. Ну, чтобы не быть голословным, расскажу, с чего у меня началось и как я заработал первые деньги и откуда вообще все пошло. Ну, а то я могу рассказывать, да, вы скажете, ну, что-то там где-то начитался, наверное, напридумывал. и нам тут и нам тут рассказывает. Началось у меня все, получается, в 2012 году, когда я купил свой первый смартфон на андроиде и поставил себе инстаграм. Вот. Я даже, если в моем личном инстаграме посмотреть, то у меня моя первая фотография была, по-моему, 3 декабря 2012 года. Тогда я еще жил в Москве. Там прошел как раз ледяной дождь. Все машины залило, получается, льдом тонкой корочкой. И вот я сфотографировал лед в окне за место стекла. Мне показалось, это очень интересный кадр, потому что я в Оренбурге никогда не видел ледяного дождя. Для меня это было такое новое. Потом, как и все, я начал снимать все подряд. Я начал снимать еду, начал снимать себя, начал снимать метро, ну, улицы, все, что вижу, все снимал. Вот. В какой-то момент мне начали обращаться журналы, интернет-издания и просить у меня некоторые фотографии взять для своих публикаций. Но тогда я не думал о том, что на этом можно как-то зарабатывать, да вообще в голову мне это не приходило, что можно на этом зарабатывать. Я просто радовался тому, что мои фотографии появляются в интернете и там снизу подпись моего аккаунта. Мне оказалось это как-то очень дико круто. Вот. Вот как-то так все и шло. Потом я прожил в Москве какое-то время, повыкладывал в свой инстаграм все и решил вернуться в свой родной город Оренбург. Вернулся в Оренбург, потому что я его очень люблю, я считаю, что это лучший город земли. Он очень красивый, особенно летом, зеленый, цветущий. Мне очень нравится здесь. Очень комфортно, спокойно, тихо, все как я люблю. И тогда я решил завести аккаунт про свой город. Аккаунт в инстаграме. Я завел аккаунт в инстаграме, который назвал Оренбург онлайн. Он до сих пор существует, это мой любимый аккаунт, который я всем показываю, который перед всеми хвалюсь, который я до сих пор веду руками. Просто он мне очень нравится, я его действительно люблю. Я в него вкладываю душу. И в этом аккаунте я начал выкладывать фотографии Оренбурга. На тот момент у нас в городе было, по-моему, три вместе с моим аккаунтом городских. Я хотел, чтобы мой был самый лучший, чтобы там не просто были фотографии, а какой-то был смысл в этом. Я начал экспериментировать. Я там начал выкладывать погоду, помимо просто фотографий. Я начал писать людям пожелания доброго утра и спокойной ночи всем желал. писал какие-то мотивирующие посты, чтобы люди с утра заходили, читали, вдохновлялись, у них поднималось настроение и они довольны и шли на работу. И мне это очень нравилось. И, видимо, это нравилось людям тоже, потому что аккаунт начал очень быстро развиваться. Люди начали на него подписываться, ставить лайки, писать какие-то комментарии. Я помню, первые 100 лайков я набрал буквально в первый месяц. И для меня это было такое радостное событие. я просто радовался как ребенок. Я сидел такой 100 лайков, 100 лайков, обалдеть. Потом выкладывал следующую фотографию и она набирала опять 100 лайков. Это было что-то нереальное. Я хотел, потом прошло какое-то время и я понял, что я хочу больше лайков. Я хочу не 100 лайков, а 200 лайков на фотографии. тогда я начал задумываться о том, как можно аккаунт развивать. Потому что есть же большая вероятность, что не все люди видят мой аккаунт. Я начал ковыряться, изучать этот вопрос и находить средства, как можно развивать аккаунт. Я начал развивать свой аккаунт, соответственно, людей стало больше, лайков стало тоже больше. Но тогда я все еще не думал о том, что можно зарабатывать в Инстаграме. Мне просто нравился сам факт получения лайков. меня просто это радовало, то, что я делаю не просто так. Я каждое утро просыпался, первым делом тянулся за телефон, искал нужную фотографию, самую красивую, придумал какой-то текст и выкладывал. И так было до той поры, пока мне не написали в личном сообщении с предложением разместить рекламу. Первым моим клиентом была компания, которая продавала билеты концертные. Я тогда так удивился, думаю, ничего себе. То есть, я тут просто размещаю фотографии, а мне говорят размести за деньги. Я говорю, хорошо. А они говорят, сколько ты хочешь за это взять? Я говорю, я хочу 300 рублей. Я не знаю, почему я эту сумму назвал, но вот так я ее назвал. Хотя на тот момент у меня было всего 4000 подписчиков. Сейчас я понимаю, что тогда я был очень наглый. Прям очень наглый. И они согласились. Они согласились разместить, скинули мне деньги на карту. И прислали фотографию, которую нужно было разместить. И я ее разместил, и у меня появились первые деньги. И тогда я подумал, так получается, что на своем любимом деле, который мне действительно нравится, который мне приносит наслаждение, я могу еще и зарабатывать деньги. Я с этой мыслью переспал, проснулся с утра, написал у себя в аккаунте, что я размещаю рекламу, и начал писать всем фирмам, которые есть в городе, в инстаграме, что я могу рассказать о их фирме, о их услугах у себя в инстаграме. И люди начали соглашаться. Люди начали соглашаться, платить мне деньги и выкладывать свои фотографии рекламные, чтобы они были у меня в аккаунте. И это было так здорово. Я помню, в первый месяц меня прям накрыло по полной программе. Я начал писать всем подряд огромное количество сообщений. И тогда как раз я заработал в первый месяц размещение рекламы, я заработал свои первые 10 тысяч на инстаграме. И я понял, что действительно в инстаграме можно зарабатывать деньги, и это здорово. Потом какое-то время у меня продолжалось так же. Я выкладывал фотографии, писал людям. Люди мне присылали деньги, присылали свои фотографии, которые нужно было разместить, я их размещал. Но в какой-то момент я понял, что можно же получать больше денег. 10 тысяч хорошо, но как-то мало. Я начал выкладывать больше фотографий. То есть сначала, когда я только начал выкладывать, я принял для себя, что я буду выкладывать не больше двух постов в день. Но потом меня жаба задушила, и я решил, что буду выкладывать больше постов. Я начал выкладывать 3-4 поста в день. И увидел, что люди начали ругаться. Люди начали говорить, все, я отписываюсь. Тут пошла одна реклама, коммерция, фу быть таким. Я понял, что это плохо. Я опять начал размещать только 2 рекламных поста. И соответственно, доход мой опять упал. Я начал думать, а что же делать-то? Надо же как-то развиваться. И тогда я придумал завести еще один аккаунт. Я взял и создал еще один аккаунт. И начал вести его. К тому же, у меня уже была готовая технология, как его развить достаточно быстро. И соответственно, там в какие-то короткие сроки, буквально за 2-3 месяца, я его развил до такого же уровня, как этот. И начал продавать рекламу уже в двух аккаунтах. Но случилась другая беда. Случилась беда та, что многие люди догадались, что можно там зарабатывать деньги в нашем городе. Появилось очень много хитрых. И оренбургских аккаунтов ставило появляться просто огромное количество. Вот сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, у нас их штук 15. И тогда я подумал, ага, конкуренция. Ну и соответственно, их было 15 штук. Если люди не хотят сильно мыслить головой, скрипеть мозгами, то единственный способ, чтобы привлечь всех клиентов, это снижение цены. То есть они предлагали за то же количество подписчиков гораздо меньшую стоимость за рекламу. И от меня люди начали уходить. То есть они говорили, а зачем мы будем у тебя размещаться за 300 рублей, когда мы можем у других разместиться за 100. У меня было тоже, получается, два варианта. Первый вариант у меня был взять как все и снизить цену. Но мне показалось, что это неправильно. Это же все-таки мой труд. Я же в это вкладываюсь. Я ищу фотографии. Я их как-то обрабатываю, если они недостаточно красивые, на мой взгляд. Я придумываю для них какие-то подписи. Ну, я работаю. Я не хочу и получать меньше. Тогда я придумал новый метод. Я придумал метод следующий. Я начал людям помогать. То есть людям, которые я предлагал свои услуги по размещению рекламы, я начал делать посты. То есть идея в чем? Человек мне присылает фотографию и говорит мне, давай разместим эту фотографию. А я вижу, что она откровенно плохая. Что на эту фотографию никто не клюнет. И я начал им говорить, ребята, давайте я вам сделаю хорошую фотографию. Вам ее покажу. Если вам понравится, то мы ее разместим. Только естественно, люди пошли ко мне, потому что они, получается, получили не только рекламу, но и сам пост более эффективный. Более красивый и более привлекательный для своей целевой аудитории. И я опять стал зарабатывать ровно столько, сколько я зарабатывал, а все остальные так и продолжили. Видимо, они так и не догадались, в чем был мой секрет. Вот. Так я начал зарабатывать в Инстаграме. Потом наступил интересный момент. Я же начал зарабатывать в Инстаграме. И мне хотелось об этом всем рассказать, со всеми поделиться. Я начал рассказывать своим друзьям. о том, что так и так я развиваю аккаунт свой в Инстаграме, я с этого получаю деньги. И некоторые друзья начали просить меня помочь им. Вот. Соответственно, говорят, помоги нам тоже правильно оформить свой аккаунт, расскажи, как его продвинуть и так далее. Ну, мне-то что, жалко? У меня же знаний много, так они еще и мои друзья. И я начал им помогать. Я начал им помогать, рассказывать, как нужно оформить аккаунт, что туда выкладывать, с какой периодичностью, в какое время лучшее и так далее, чтобы был эффект. Но я увидел такой интересный момент. Люди почему-то не ценят бесплатную информацию. Вот такой вот есть нонсенс, когда людям что-то рассказываешь бесплатно или делаешь что-то бесплатно, они почему-то это не ценят совсем. То есть, соответственно, я на них тратил время, я им все рассказывал, делился с ними всякими хитростями и информацией, а они какое-то время выкладывали фотографии и бросали. И все. Получается, я время потратил, они результаты не получили. Но это как-то было очень грустно. Да, Алексей, вот прям совсем грустно. И тогда я подумал, а почему бы не брать деньги за это? Ну, то есть, я предложил, а давай, ну, если ты не ведешь свой аккаунт, давай я буду его ввести, а ты мне будешь просто за это платить. И все, и твой аккаунт будет приводить тех клиентов, тебе будет хорошо, и мне будет хорошо. Вот, согласились не все, но кто-то согласился, и я начал ввести. Ну, причем вел тогда прям очень дешево, то есть, ну, я не знаю, там, первый свой аккаунт я взял за 5 тысяч. Вот, причем там входило прям все, все, что можно было. Я там и какие-то конкурсы придумывал, и продвигал его там, накручивал туда. Да, в месяц, в месяц. Вот, и там фотографии готовил, и тексты писал, ну, в общем, прям заморачивался очень сильно, и эффект с этого был. Вот, ну, получается, что это занимало очень много времени моего, а выхлоп был маленький, то есть, ну, 5 тысяч, это совсем не серьезно. Вот, и на тот момент я решил, что надо повышать цену, а те люди, которым я вел за 5 тысяч, не готовы были, не готовы были за 5 тысяч, ну, платить дороже, чем 5 тысяч. Ну, я как-то вроде подзабил на эту тему, а потом, видимо, по сарафанному радио или как, на меня начали люди сами выходить и спрашивать, могу ли я везти или не могу. Вот, и потом я взял просто один нормальный заказ на 20 тысяч, и все было хорошо. Вот, потому что есть момент, да, свой труд надо в любом случае ценить, потому что можно набирать кучу каких-то маленьких заказиков, да, брать меньше денег для того, чтобы было больше клиентов, да, это только сначала так кажется, что я сейчас буду брать меньше, зато у меня будет больше народу, на этом буду зарабатывать, но так не работает, потому что, во-первых, вы сами себя убиваете, тем самым, да, ну, вы чувствуете, что вы делаете на большие деньги, а берете гораздо меньше, и, ну, мотивация пропадает и неохота ничего делать, то есть, соответственно, качество работы падает, ну, и стремление падает, и уже ничего неохота делать. поэтому лучше что-то брать одно, но большое, или придумывать какие-то фишки так, чтобы ваша стоимость не падала, и вы выгодно смотрелись на фоне других конкурентов, которые занижают свою цену, ну, это же их право, ставить себе низкую цену, не ценить себя, а надо себя ценить. Вот. Потом я пришел к следующему варианту, что можно же не просто ввести чужие аккаунты, потому что это занимает много времени, и нельзя взять слишком много аккаунтов, потому что качество упадет, ну, и просто люди откажутся. Ну, и плюс, когда кризис появляется, да, вот как сейчас, например, кризис идет, да, то многие сокращают расходы, и причем, самый парадокс, то, что многие предприниматели совсем не понимают то, что экономить надо на всем, в чем угодно, только не на рекламе, потому что только реклама приводит новых клиентов, а новые клиенты приносят деньги. Но люди это не понимают, и ладно, это их проблема. Но есть умные предприниматели, которые говорят, а давай мы будем с тобой работать на процент. То есть, да, я вот рассказывал, то, что есть такая схема арбитраж трафика. Вот, это как раз, когда ты собираешь у себя людей, а потом их перенаправляешь к кому-то. Они там что-то покупают, и ты с этого получаешь свой процент. Вот такая же система у меня сложилась. Причем, как сложилось? Я придумал ввести аккаунт про китайский язык. Да, я создал свой аккаунт, в котором выкладывал картиночки такие, на которых была изображена картиночка какая-то, и сверху был нарисован иероглиф, который обозначает эту картинку, транскрипция этого иероглифа, как он читается, и снизу перевод. И начал выкладывать все эти фотографии. Потому что китайский язык это тоже сейчас тренд, так же как черная маска. Сейчас очень многие хотят учить китайский, потому что наша страна сейчас повернулась в сторону Китая, сейчас идет с ними большое сотрудничество, плюс там достаточно дешевые товары. Многие сейчас покупают товары в Китае, продают в России, ну и уметь общаться с своими партнерами китайскими на их языке было бы очень удобно. И когда я создал этот аккаунт, начал туда выкладывать фотографии, люди мне начали писать в комментариях, можно к вам записаться на курс обучения китайскому языку? А я-то китайский не знаю. Я эти иероглифы брал из Google переводчика. То есть я понятия не имею, что такое китайский, как на нем общаться и так далее. Вот. Я понял, что есть люди, которые заинтересованы в курсах китайского, и которые собираются у меня. Значит, мне надо их куда-то перенаправлять. И тут всплыл такой момент. У меня есть одноклассник, у которого есть своя школа китайского языка. Я написал ему, говорю, «Друг, а давай я для тебя буду вести аккаунт по китайскому языку?» Ну, у меня сначала был коварный план. Я хотел ему этот аккаунт продать. Вот. А когда его продать, чтобы потом ему его еще и вести? Ну, и все. И было бы здорово. Я получал свои 20 тысяч. Вел ему аккаунт, он получал с заказчиков. Но он был тоже такой, вернее, не был, есть. Такой матерый калач. И он мне сказал, «Не, друг, я не хочу платить просто так. Я хочу платить за результат. Давай ты мне будешь приводить на специальный сайт. Я для тебя создам отдельный сайт. Ты мне будешь туда приводить людей. Те, кто будут покупать, ты будешь получать с этого по 3 тысячи за каждую продажу». Я подумал, «Ну, в принципе, выгодно. Я же все равно ничего не теряю. По факту, я как вел этот аккаунт, так и его веду. Я его в любом случае создавал под какую-то рекламу или под что-то, чтобы зарабатывать деньги». Ну, попробую так. И начал пробовать. Ну, и люди пошли, начали покупать курс. Причем у него было достаточно интересное предложение. Вернее, оно есть. Там, насколько я помню, 15 тысяч стоит за 3 месяца обучения. То есть, ну, очень недорого. Так что, если кто-то хочет обучиться китайскому, обращайтесь, скину ссылочку. Вот. То есть, вот такой вариант, как зарабатывать через арбитраж трафика. Если это понятно, то поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Супер. Супер. Ну, вообще, интересно то, что я рассказываю? Если интересно, поставьте единичку, пожалуйста. Отлично. А хотели бы так же? Если хотели бы, поставьте двоечку, пожалуйста, в чат. А если не хотели, поставьте минус. Отлично. Отлично. Это действительно очень интересно. Не так сложно, но достаточно прибыльно сейчас, потому что толковых специалистов пока не так много. У тех, кто есть, у кого есть инстаграм, наверное, неоднократно видели, когда на вас подписываются какие-то магазины, которые находятся совсем не в вашем городе, и вообще непонятно, зачем они это делают. Вот это как раз, когда какие-то горе-специалисты или люди сами как-то пытаются продвинуть свой бизнес, но совсем не понимают, что они получают. То есть, такие люди получают каких-то левых подписчиков с разных городов и сидят радуются. Ой-ой-ой, у меня в аккаунте куча народу, только никто не покупает. Но зато много. Супер. Ну, разговаривать можно долго. Я на самом деле могу рассказывать про инстаграм часами. Ну, сейчас уже почти час прошел, а я еще не наговорился. Я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю, чтобы не быть голословным и чтобы не лить воду и не просто разглагольствовать, я предлагаю взять и самим попробовать уже начать, сделать первый шаг. Как вы к этому относитесь? Поставьте плюсики, если хотите сделать первый шаг. Диана, не бойтесь, все хорошо. Это совсем не страшно и не больно. Хорошо. Тогда давайте сразу сделаем первый шаг. Вот и все. Давайте сделаем первый шаг. Друзья, давайте еще раз перекличку небольшую проведем. у кого уже есть аккаунты в инстаграм. Отлично. Смотрите, у кого-то есть аккаунты, у кого-то нету. Но я предлагаю сейчас пробежаться по-быстрому по регистрации аккаунта. Потому что мало ли, вдруг вы зарегистрировали аккаунт, но не все сделали до конца и какие-то моменты вы просто не знали. И сейчас вы их узнаете и у себя поправите. Поэтому я предлагаю прям сесть и завести себе аккаунт или свой аккаунт донастроить. Договорились? Если договорились, поставьте плюсик. Нет, Диана, к сожалению, с компьютера нельзя заводить аккаунты в инстаграм. В инстаграме аккаунты можно заводить только с телефона. Я так понимаю, у вас еще не установлен, да, на телефоне инстаграм? Можно? Серьезно? Насколько я знаю? Не, ну через программу все что угодно можно. Наблюдатель это не очень хорошо. Надо быть деятелем по жизни. Тогда все будет здорово. Хорошо, ладно. В любом случае пробежимся по регистрации прям быстренько. Раз все равно все наблюдатели, а у части людей уже есть аккаунты. И потом я расскажу вам, как правильно оформить и почему правильно оформлять именно так. поехали. Да, Анна, спасибо большое за информацию, но все-таки мы сейчас говорим о телефоне, потому что на начальном этапе проще все это делать с телефона. Потому что пять аккаунтов, которые есть, можно смело зарегистрировать телефон и не прибегая ни к каким программам. К примеру, в дальнейшем, вот сейчас, когда я занимаюсь арбитражом трафика, я совсем не регистрирую аккаунты. Ни через какую-то программу, ни через телефон, ни еще через какие-то пути. Я аккаунты просто покупаю. И объясню, почему я это делаю. Потому что регистрация аккаунта это время. А время это деньги, а время свое нужно ценить. То есть, если есть возможность не тратить свое время, а купить чье-то, то лучше купить чье-то время. Есть сайты, на которых люди уже зарегистрировали аккаунты и продают их. Причем стоимость там копеечная. Аккаунт можно купить от 2 рублей и, по-моему, до то ли 12, то ли 15 рублей. В зависимости от того, для чего они нужны. Поэтому я не вижу никакого смысла заморачиваться с какими-то программами. Супер! Давайте начнем по регистрации. Смотрите, когда мы запускаем Instagram в первый раз, то Instagram нам предлагает зарегистрироваться. И он нам предлагает несколько путей регистрации. Первый из путей зарегистрироваться через Facebook. Ну, если вы не знаете, то Instagram – это часть Facebook. Пару лет назад Facebook купил Instagram, и теперь это одна контора. поэтому можно зарегистрироваться через Facebook. Но, но, есть один момент. Мы к одной странице в Facebook можем привязать только один аккаунт в Instagram. И никак иначе. То есть, связка один к одному. Поэтому, если мы делаем какие-то тематические паблики, да, чтобы их обезопасить, нам нужно привязать в любом случае к своей страничке на Facebook. Соответственно, под каждый аккаунт нам нужно будет создать отдельную страничку. Поэтому, на первых порах мы не будем регистрироваться через Facebook. Мы будем регистрироваться по следующему пути. Видите, снизу написано «Зарегистрироваться через электронный адрес или мобильный телефон». Когда мы нажимаем на эту кнопочку, то мы переходим в следующее окно, в котором нам система предлагает зарегистрироваться, либо введя свой номер телефона, либо написав электронный адрес. Я рекомендую регистрироваться через телефонный адрес. Почему? Потому что, к сожалению, не на все номера приходят смс-ки. То есть, если у нас Instagram после регистрации затребует подтверждения нашего аккаунта, то не факт, что к нам придет смс. Плюс бывают случаи, когда аккаунт, мы можем забыть пароль или еще что-то, и подтверждение по электронной почте гораздо проще, чем по телефону. На моем опыте, мне смс-ка приходила только на Beeline. Когда у меня был мегафон и МТС, туда мне смс-ки ни разу не приходили. То есть, соответственно, можно в какой-то момент потерять свой аккаунт, и это будет прямо очень-очень плохо. Особенно, когда аккаунт большой. Поэтому лучше привязывать к электронной почте. Причем, я рекомендую привязывать либо к Яндекс-почте, либо к Гугл-почте, потому что это такие достаточно надежные, проверенные сервисы почтовые, достаточно старые, плюс они достаточно функциональные, ими удобно пользоваться. У них есть адаптивные версии, есть мобильные приложения на телефон, ну, то есть, очень удобно. И плюс есть еще одна хитрость по поводу того, как на один, ну, вообще по идее, на одну почту можно привязать один аккаунт. Но в Яндексе и в Гугле есть своя хитрость, как можно привязать на одну почту много аккаунтов. Я об этом буду рассказывать на курсе, но сейчас просто нет в этом смысла, потому что мы говорим сейчас только про один аккаунт. Когда мы будем говорить про большое количество аккаунтов, там я это все дело подробно расскажу, распишу, и вы все поймете и тоже сможете так сделать. Хорошо. Смотрите, после того, как мы ввели свою почту, мы нажимаем далее и переходим на следующее окно. На следующем окне нам предлагаются ввести логин от своего аккаунта и пароль. И плюс мы здесь же можем добавить свое фото. То есть на первых парах мы можем ввести любой логин, потому что его в любой момент можно изменить в настройках. Единственное, что нельзя поменять на тот, который уже занят. Но там тоже проблем нет, можно будет выбрать какой-нибудь подходящий, добавив цифры какие-нибудь или там точку или нижнее подчеркивание. То есть, да, заметьте, что логин может состоять из латинских букв, нижнего подчеркивания и точки, цифр. Больше ничего в нем быть не может. Можем здесь же загрузить фотографию. Фотографию лучше, чтобы была круглая, потому что в инстаграме аватарки кругленькие. И вводим пароль. Вот пароль лучше делать достаточно сложный, чтобы его не взломали. потому что если ваш аккаунт кто-то взломает, это будет нехорошо. Особенно, если он уже достаточно большой. Хорошо, после того, как мы это сделали, мы нажимаем далее. И нам инстаграм предлагает ввести свое имя. Да, то есть, если это наш личный аккаунт, то мы здесь прописываем русскими буквами. Здесь уже можно писать русскими буквами свое имя, фамилию. Если, допустим, мы собираемся использовать его для каких-то целей, то мы там прописываем какие-нибудь ключевые слова. Но об этом я расскажу чуть позже, когда мы будем сейчас разговаривать про мысли потерял. Когда мы будем разговаривать про описание аккаунта, про оформление аккаунта. Переходим дальше. И что мы здесь видим? Смотрите, вот здесь прям очень интересный момент, который многие пролистывают. Тут есть кнопочка пропустить, и многие этой кнопочкой пользуются. И очень зря. Смотрите, нам инстаграм предлагает найти наших друзей, у которых уже есть инстаграм аккаунты, в социальной сети ВКонтакте или в своей телефонной книжке. Для чего нам это нужно? Нам это нужно для того, чтобы набрать первых своих подписчиков. То есть, получается, мы нажимаем на кнопку подключить ВКонтакте, к нам выйдет небольшая формочка, в которой нужно будет ввести свой логин и пароль от ВКонтакта. И инстаграм нам соберет всех людей, всех наших друзей из ВКонтакта, у которых есть инстаграм. И предложит нам на них подписаться. Плюс к этому ко всему у них появится уведомление, что ваш друг из ВКонтакта такой-то использует инстаграм, с ним он такой-то. Зайдите и посмотрите его фотографии. Ну и плюс мы на них подпишемся, и об этом им тоже придет уведомление, что такой-то человек на вас подписался. И люди к вам перейдут. И то есть первые люди, ваши друзья, которые у вас есть в ВКонтакте, скорее всего подпишутся на вас и в инстаграме. И вы получите своих первых подписчиков. И это очень важный шаг, потому что нам нужны первые подписчики, чтобы в дальнейшем продвигать аккаунт. Инстаграм очень сейчас ужесточил контроль за людьми, которые активно продвигают свои аккаунты. Иногда слишком активно. И если у них мало друзей, то инстаграм прям жестко наказывает, может даже забанить аккаунт навсегда. И это будет печалька такая, нехорошо. То есть, соответственно, вот эти шаги пропускать не стоит. Эти шаги нам нужны. Идем дальше. После того, как мы все эти шаги прошли, мы попадаем на нашу страницу. На нашу страницу в инстаграме, которую нам нужно сейчас заполнить и оформить. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, если с регистрацией все понятно и не осталось никаких вопросов. Отлично. Смотрите, когда мы попадаем на нашу главную страницу, то мы видим шесть основных элементов, которые все люди, которые заходят в инстаграм, видят сразу. То есть, и по этим шести элементам человек принимает для себя решение, интересно ему здесь или неинтересно. Поэтому, надо очень тщательно отнестись к заполнению своего аккаунта именно на первых порах. Смотрите, какие элементы мы имеем. Мы здесь имеем имя пользователя или тот логин, который мы придумали при регистрации. Помните, я вам говорил, который может состоять из латинских букв, нижнего подчеркивания, точки и цифр. Это получается наш адрес, по которому нас люди смогут найти в инстаграм. Следующий элемент это ватар, то есть, это наша фотография, на которой изображается либо мы, если это наш личный аккаунт, либо какой-то наш товар или какая-то картинка, логотип, если это аккаунт компании или если это аккаунт тематический. Дальше мы видим поле имя. Это как раз то имя, которое мы придумали на третьем шаге. И на этом моменте нужно тоже обратить основное внимание, потому что имя это единственное поле во всем нашем аккаунте, которое участвует в поиске. И если мы правильно его заполним, то мы можем быстрее попадать в топ поиска инстаграма и большее число людей нас увидит. и людям будет проще нас найти, что в принципе является нашей целью. Дальше идет описание. В описании мы можем писать все, что угодно, но здесь мы должны написать именно о чем наш аккаунт. То есть если это наш личный аккаунт, мы должны рассказать о себе. Мы должны написать, если это важно, с какого мы города. Если не важно, можно не писать какой город. Мы можем написать, что нам интересно, чем мы увлекаемся, чем мы увлечены. То есть если мы допустим увлекаемся спортом, мы так и пишем увлекаемся спортом. Если увлекаемся еще чем-то, пишем об этом. Плюс обязательно нужно рассказать, о чем мы в этом аккаунте рассказываем. Чтобы человек когда к нам попал, сразу понял, ага, здесь рассказывают про еду, например, или здесь рассказывают про спорт, или здесь рассказывают про бизнес. Человек зашел, увидел, если ему интересно, то он подписался. И следующий пункт это ссылка. Только в этом поле ссылка активная. В инстаграме нигде нет активных ссылок на сторонние сайты. Только в этом поле. Это, конечно, большой минус инстаграма, но ничего не поделаешь, так вот оно и есть. Поэтому любую ссылку вставлять нужно именно сюда. Ну и последний пункт по порядку, который мы видим, если идем сверху вниз, но не по значению, это контент, то есть те фотографии, которые мы выкладываем. Теперь давайте пробежимся по каждому пункту поподробнее. Смотрите, имя, имя пользователя логин, он так же, как и имя пользователя участвует в поиске. То есть по нему тоже может быть осуществлен поиск. Поэтому надо, когда мы регистрируем аккаунт, очень сильно подумать, что в это поле вписать. Смотрите, если это наш личный аккаунт, и мы допустим хотим развивать свой блог или свою страничку для себя и развивать себя лично как бренд, то здесь мы обязательно должны написать свое имя. Понимаете идею? То есть если я допустим мастер по ногтям или я какой-то фитнес-инструктор или что-то в этом роде, то здесь лучше написать свое имя. Но смотрите какой момент есть интересный. Если вы достаточно известная личность или хотите стать известным и в данный момент быстро вам не нужно большое количество подписчиков на ваше имя, то можно написать свое имя и постепенно развивать, чтобы оно стало на слуху, чтобы оно стало известно. Если же наше имя не так на слуху, то лучше здесь написать что-то связанное с вашей деятельностью. К примеру, если вы занимаетесь наращиванием ресниц или бровей, моделированием бровей, к примеру, то в этом поле лучше написать что-то связанное с бровями или с ресницами или с вашими услугами. К примеру, если вы мастер по бровям, то лучше написать бровмастер, чтобы люди, когда видели ваш аккаунт, они сразу понимали, здесь речь о бровях. Понимаете идею? Если поняли идею, поставьте плюсик, пожалуйста. Отлично. Главное, что я хочу до вас довести, что очень важно, чтобы это поле передавало суть. То есть, либо в нем будет ваше имя, если вы продвигаете свой бренд, себя как бренд. Либо там, чтобы было название вашего бренда, если вы продвигаете фирму. Если ваша фирма не слишком известная, то лучше здесь написать именно область своей деятельности. Так людям будет проще вас найти и им будет понятнее. Отлично. Смотрите, следующий пункт это аватар. Аватар это самый большой элемент по факту, который виден в поиске. То есть, если мы зайдем в поиск, там лупа снизу нарисована, то в выдаче человек видит следующее. Он видит аватарку, дальше он видит ваш логин, и снизу он видит ваше имя. То есть, соответственно, аватар это самый большой элемент, который он видит в поиске. И когда он его видит, уже по этому пункту, он делает выбор, перейти ему к вам в аккаунт или не перейти. Понятно ему или непонятно. Поэтому, если вы делаете свой личный аккаунт, то вы должны разместить свое лицо. Ну, если вы, конечно, девушка, вы можете сделать свой силуэт, красивый, манящий, который будет привлекать. Но, опять же, нужно понимать, кого мы хотим привлечь. Если мы поставим какую-то свою фигуру в купальнике и какую-то в откровенной позе, то, скорее всего, мы будем к себе приманивать каких-то малолеток или асоциальных личностей, которые хотят зайти и попускать слюни на женские прелести. Если нам это не нужно, то, соответственно, такие фотографии на аватар ставить не стоит. Лучше поставить свое лицо, чтобы люди видели ваше лицо и понимали, что это аккаунт ваш, вы человек и вот как-то так. Если вы продвигаете какой-то бренд, то лучше на аватар ставить логотип. Если логотипа нет, то на аватар можно поставить фотографию какой-то основной услуги или какого-то основного продукта или какого-то основного товара, который продается у вас, чтобы сразу человек видел. То есть, например, если это мастер по ногтям, то очевидно, что можно здесь либо поставить логотип свой, либо поставить фотографию какого-то красивого маникюра, каких-то красивых ручек, чтобы было видно. Если вы визажист, соответственно, можно поставить фотографию девушки в красивом макияже. Если вы спортсмен, то что-то со спортом связанное. Понятная идея? Если понятно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Отлично. Идем дальше. Следующий пункт это имя. Если вы видите на слайде, то я написал, что это краткое описание. Почему? Опять же, если мы продвигаем себя как бренд, то мы здесь пишем свое имя. но если мы не настолько известны, как хотелось бы, на данном этапе, по крайней мере, то здесь лучше писать что-то, что связано с вашей деятельностью, потому что это поле также участвует в поиске. То есть здесь лучше писать какие-то ключевые слова. Например, если вы фитнес-инструктор, то так и надо написать фитнес-инструктор. Не надо писать Васе Пупкин, вас все равно никто не знает, никто не будет вас искать по имени. Лучше написать фитнес-инструктор. Или, например, если вы бровист, то написать мастер по бровям, мастер дизайна бровей. Если вы ресничкола, кто так и написать, мастер по ресницам, или что-то в этом роде. Если вы что-то продаете в своем аккаунте, то напишите, что вы продаете. Или если вы салон красоты, но не слишком известный, то не надо писать здесь салон красоты, фея. Кто знает, что вы салон красоты фея? Но опять же, салон красоты хорошо. Салон красоты хорошо. То есть люди могут вас искать по слову салон красоты. Но фея, ну ладно, бог с ним, пусть будет. Но с другой стороны, вы можете написать какие-то свои услуги. То есть вы можете написать макияж, вечерний макияж, прически, что еще может быть не силен в теме салонов красоты, но вот как-то так. Еще есть интересный момент. Все слова должны быть написаны через пробел. Я потому что один раз видел, как одна девочка, которая по-моему у нее был то ли салон красоты, то ли она сама на дому что-то делала, чтобы уместить как можно больше ключевых слов, но что прямо наверняка. Она написала все в одно слово. И получается эффект в том, что инстаграм не понимает, что это разные слова, даже если эта девочка поставила каждое это слово с большой буквы. Для инстаграма это одно большое длинное слово, по которому вас точно никто искать не будет. Поэтому не надо в крайности впадать, лучше написать меньше слов, но основные, по которому больше вероятность что будут искать. И все. Пусть это будет 2-3 слова, но качественных, чем 5, но все вместе и никакого эффекта не получится. Если понятно, как делать не надо, поставьте пожалуйста плюсик. Супер. Хорошо. Переходим тогда к описанию. Описание это как раз тот блок, в котором мы можем написать больше всего букв. Не помню точно сколько букв, но достаточно много. И здесь мы должны написать то, чем мы занимаемся, как я уже говорил. То есть мы здесь пишем, если это салон красоты какой-нибудь или допустим вы мастер по чему-то, какие-то услуги оказываете и так далее, не важно, то вы здесь об этом пишете, что вы оказываете такие-то услуги. Пишите как с вами связаться, то есть пишите всю информацию о себе. Например, что с вами можно связаться по телефону, с вами можно связаться по почте, с вами можно связаться например через Viber или через WhatsApp, с вами можно связаться через Директ, с вами можно связаться еще как-то. Если вы какой-то публичная страница, какая-то группа или паблик, то скорее всего у вас есть свой хэштег какой-то. И вы здесь можете написать, что поставьте такой-то хэштег под свои фотографии и мы разместим вашу фотографию у себя. Или вы можете написать отметьте нас на своей фотографии и написать свое имя, логин через собачку, чтобы человек знал как можно отметить вас на фотографии. То есть здесь мы делаем описание того, чем мы занимаемся, пишем как с нами связаться и делаем какие-то призывы к действию. Также если у нас допустим снизу есть какая-то активная ссылка и мы хотим чтобы люди на нее приходили, то над этой ссылкой в описании как раз у себя последним пунктом так и надо написать. Переходите по ссылке, заходите вот как на образце видите написано добавляйте друзья в ВК и снизу ссылочка на ВК. Вот. Это поле не участвует в поиске, поэтому многие совершают ошибку, что в это поле начинают пихать хештеги. То есть смысла в этом нету никакого абсолютно. Никакого смысла нет пихать сюда хештеги. Это поле никак не отображается, никак не влияет на ваше место в поиске. Здесь лучше потратить это место на описание и на привлечение людей. Лучше что-то вкусненькое себе рассказать, что вы рассказываете о том-то или продаете то-то или делаете что-то лучше, чем другие. Ну, какое-то свое преимущество лучше показать и рассказать, как с вами можно связаться. Еще есть момент. В Инстаграме можно в описании использовать смайлики или эмоджи, как они называются сейчас по-современному. Это вот эти картиночки. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы визуализировать то, что вы рассказываете, чтобы это было более наглядно, более красиво и привлекало больше внимания. То есть, чтобы человек зашел на ваш аккаунт и как-то глаз у него зацепился, чтобы ему интересно было прочитать, а что же там написано. Поэтому лучше каждый свой пункт выделять какой-то картинкой тематической, которая будет передавать суть. И лучше пункты все разбивать построчно. То есть, каждый пункт писать с новой строки. Тут есть такой интересный момент. Момент в следующем. Если в Инстаграме, когда мы сидим с Андроида, мы можем спокойно сделать перенос строки прямо с телефона, прямо из Инстаграма, то в Айфоне, к сожалению, это сделать нельзя. Если у вас Айфон, то есть два пути. Либо вы это сделаете через сайт, то есть можно зайти на сайт Инстаграма, залогинить, ввести свой логин и пароль, и там уже поправить оформление. Либо вы можете взять и на Айфоне поставить, открыть заметки, написать все, что нужно в заметках, а потом скопировать уже в Инстаграм. Тогда все будет хорошо. Тогда все встанет на свои места и будет красиво, аккуратно, и будет все с новой строки. Если понятно, для чего нужно описание, поставьте пожалуйста плюсик. Отлично. Переходим к ссылке. Ссылка, как я уже сказал, это единственное место, где мы можем вставить активную ссылку на какой-то сторонний сайт. То есть в любом другом месте мы не можем поставить ссылку, чтобы она была активной. Она будет просто серым текстом, на нее нельзя будет нажать и перейти куда-то. Многие совершают ошибку, что они пишут ссылки в описании, например. Я видел даже случай, когда люди ставили ссылку на ВКонтакте в поле имя. Видимо, думают, что раз жирная, значит, лучше видно и пусть там будет. Очевидно, что никто не будет, когда зайдет в Instagram запоминать адрес ссылки на какую-то группу, особенно если эта группа не текстом написана, название ссылка, а цифрами, никто не будет это запоминать, потом перепечатывать к себе в браузер, чтобы открыть. Ну, бред. Поэтому нужно ссылку любую ставить именно сюда, в это поле. если, допустим, ссылка у нас какая-то очень длинная, но бывает такое, что ссылка какая-то прям длиннючая, то ее лучше будет сократить через сервис коротких ссылок. То есть, те, кто со мной пойдет на курс, я там это буду рассказывать, какие есть сервисы, как это делается, чтобы сделать ссылочку красивой. Если вы зайдете сейчас в мой Instagram, например, то вы увидите, что у меня стоит как раз ссылка такая сокращенная, коротенькая. Потому что ссылка, когда она в 2-3 строки влазит, но это ужасно смотрится. Весь вид портит. Ну и плюс, если мы делаем ссылку какую-то, то не забываем все-таки делать призыв к действию в описании, если наша цель, чтобы по этой ссылке клацали. Надо в описании написать, ребят, давайте, переходите по этой ссылочке, будет вам счастье. И плюс, когда мы пишем посты какие-то, тоже в постах в тексте можно писать, ребят, переходите по ссылке, активная ссылка в описании. в профиле и нажимайте, переходите. Вот. Если по поводу ссылки понятно, то ставим плюсик и едем дальше. отлично. И последний пункт, который у нас здесь есть, это контент. Контент это те фотографии, которые мы выкладываем. На самом деле, это, наверное, самый важный пункт, который может быть, потому что от того, что мы выкладываем, зависит, будет ли наш аккаунт популярным или не будет. Многие, если посмотрите в Инстаграме, выкладывают всякую ерунду. Во-первых, выкладывают некрасивые фотографии, абсолютно некрасивые, да, и фотографии какие-то странные. Там кто-то выкладывает фотографии из каких-то попоек. Как они там круто лежат в салате. Ну, очевидно, что никому не интересно смотреть, как человек лежит в салате, кроме его друзей, которые в этот салат вы положили. Наверное, так. Ну, может быть, кому-то интересно, но это не так массово, и на этом вряд ли получится заработать. То есть, фотографии всегда должны быть качественные. Фотографии лучше готовить. То есть, если мы фотографируем, да, на свой телефон, то когда мы выкладываем фотографии в Инстаграм, у Инстаграма есть возможность эти фотографии немножечко обрабатывать. Да, то есть, в Инстаграме есть фильтры, которые позволяют немножко улучшить фотографию. Плюс есть ручная настройка, где мы можем подергать бегуночки, настроить там яркость, контраст, ну и хоть как-то сделать посимпатичнее. На самом деле, в Инстаграме не очень сильный такой редактор, и я в большинстве случаев пользуюсь сторонними, да, например, как он называется-то, ВСЦО. ВСЦО, да, это очень популярная программа, которой пользуются многие, она есть и на iPhone, и на Android она есть, и она очень удобная, и она действительно позволяет из некоторых прям очень слабеньких фотографий вытягивать все возможное и делать такие достаточно пригодные фотографии. Поэтому, если вы делаете какой-то пост, то лучше потратите немножко больше времени, но фотографию сделайте хорошо, а лучше делайте сразу хорошие фотографии. Если посмотрите аккаунты звезд, да, и популярных блогеров, то они в большинстве случаев вообще не выкладывают фотографии с телефона, они делают фотографии отдельно, то есть они готовят контент отдельно, фотографируют, обрабатывают в фотошопе или каких-то других приложениях типа Lightroom и так далее, да, и потом уже только заливают на телефоны и с телефона выкладывают, ну, или, скорее всего, даже не с телефона, а через сервисы автопостинга, что гораздо удобнее. Но можно и с телефона. Поэтому основную мысль, которую я хочу до вас донести, то, что контент это очень важно, потому что контент, с помощью контента мы можем достигать своих целей, да, то есть выкладывая то или иное, ту или иную картинку, ту или иную фотографию, мы создаем настроение в нашем аккаунте и доносим ту или иную информацию, которую нам важно донести до людей. И чем ярче, и чем красивее, и насыщеннее фотографии, да, тем больше у нас будет внимание от людей, тем больше мы получим подписчиков, соответственно, быстрее начнем зарабатывать наши деньги. Контент на самом деле очень большая, большая такая тема. У меня она в курсе, по-моему, разделена даже на два дня, потому что она действительно огромная, там есть разговор по поводу, какой бывает контент, да, какие виды контента бывают, для чего они нужны, какие цели они преследуют, для чего выкладывать, в какое время можно выкладывать и так далее. сейчас в рамках этого вебинара, конечно, не получится это рассказать, все потому, что это может занять много времени, а мы с вами уже полтора часа общаемся. Кстати, не устали? Если устали, нужен перерыв, поставьте плюсик. Ну, я постараюсь быть побыстрее немножко. Вообще, интересно, что рассказываю? Или может что-то еще рассказать? Диана, вам интересно? Супер. Анна, вам интересно? Потому что я вижу, у вас какие-то знания уже есть. ну, Максим, ты же ко мне идешь на второй поток? Ну, тогда тебе еще много всего интересного узнаешь. Я собрал еще больше информации, чем было в первом потоке, поэтому будет интересно. интересно. Супер. Тогда давайте не будем тянуть время. В принципе, я рассказал по поводу оформления аккаунта все. Я, конечно, хотел, чтобы вы все попробовали, ручками завелись аккаунты, чтобы сегодня у нас стал на одного человека в инстаграме больше. Но, к сожалению, не получилось. Ладно, ничего страшного. я сделаю запись, да, то есть запись у нас идет. Я тогда Диане скину, и она точно сядет и посмотрит еще раз и зарегистрируется. Да, Диана, обещаете? Супер. Ладно, едем дальше. Сейчас я вам хочу рассказать очень интересную технику, да, даже для тех, кто есть в инстаграме, кто пользуется инстаграмом. Это, наверное, будет очень интересно, потому что, потому что это знают немногие, а если кто знает, то очень мало кто этим пользуется. А технология на самом деле просто сумасшедшая. Только инстаграм позволяет сделать такое. То есть, представляете, мы можем о себе рассказать миллиону человек за один месяц и потратить на это ну, прям очень небольшие деньги. То есть, ну, рекламный бюджет у нас выйдет где-то в пределах, я не знаю, ну, шести тысяч, не больше. Представляете? Это просто какой-то космический космос. Я когда узнал об этом технологии, у меня просто чуть голова не разорвалась. И это очень здорово работает. И смотрите, сейчас я вам расскажу, как это сделать бесплатно. И как можно на этой технологии заработать первые деньги в кратчайшие сроки, ну, то есть, буквально за неделю заработать первые деньги, не потратив вообще ни копейки. Ну, или, там, не знаю, рублей 500 потратив максимум. Интересно? А технология на самом деле очень простая. Она основана на так называемых инсталендингах. Сейчас я вам покажу, что это такое, не пугайтесь страшного слова, и вы все поймете. Вот смотрите, на следующем слайде загрузился слайд? Здесь загрузился плюсики. Поставьте, пожалуйста. Отлично. Смотрите, что такое инсталендинги? Инсталендинги это набор картинок, да, то есть, одинаковых квадратиков, которые, когда мы загружаем в свой инстаграм-аккаунт, образуют целую большую картинку. Вот как видите, как здесь, то есть, получается, здоровая, красивая картинка, на которой написана информация, написаны какие-то призывы к действию, сайты, номера телефонов и так далее. То есть, идея заключается в чем? Мы, например, не обязаны вести целый аккаунт. Нам не нужно каждый день выбирать какие-то картинки, да, выкладывать их у себя, там, придумать к ним какие-то подписи, чтобы людям это понравилось. Нам это все делать вообще не нужно. Мы можем просто взять одну большую картинку, в которой написать то, что мы хотим рассказать людям. Да, например, если мы занимаемся какими-нибудь там ногтями, или если мы, не знаю, фитнес-инструкторы, или если мы там курсы по китайскому языку ведем, да все что угодно, ну, абсолютно любую информацию, какую мы только хотим, да, ну, не знаю, кто чем занимается, кто чем-нибудь занимается таким, что можно продвинуть. Напишите в чат, чтобы мы прям на конкретном. Рукоделие, смотрите, ну, то есть вы делаете что-то руками и продаете, да? Супер, смотрите, Диана, возьмем, допустим, ваши игрушки или фенечки, то есть мы берем и фотографируем, допустим, вашу фенечку, ну, на руке, к примеру, да, или фотографируем как-нибудь красивенько вашу игрушку. У меня, кстати, вот есть одна девочка знакомая, она делает игрушки авторские тоже, вот, но у нее фишка в том, что она делает, как бы это объяснить-то, то есть она композицию делает, не просто игрушку, а какую-то композицию тематическую, то есть у нее получается там какая-то игрушка морячок, да, и она к этой морячку делает какой-то задний фон красивый, все дела, и это все дело фотографирует, и у нее получается такая вот красивая картинка, да, то есть, ну, такая игрушечка как будто живая, и она живет своей жизнью, да, и чем-то занимается, ну, так вот интересно получается. Соответственно, мы можем взять такую картинку, написать на ней сверху, да, например, что это вот игрушка, авторской работы, уникальная там, ну, всякие эпитеты красивые, расписать, написать, сколько она стоит, например, да, или, ну, да, лучше написать, сколько она стоит, но если неохота писать, сколько она стоит, можно написать свои контакты, да, то, что вот такая игрушка, она там, лучший подарок для ребенка, или лучший подарок подруге, или там, я не знаю, ну, что-то придумать, да, для кого она может быть нужна, потому что в любом случае, да, кому-то они нужны, то есть, вот у вас для чего покупают обычно, как подарок, Диана, вас покупают для подарка обычно? Ага, ну, фенечки, ладно, пусть будет фенечки, вот, и мы выкладываем, что фенечка, это лучший подарок для подруги, представляете, у вас есть, ну, или там, для друга, к примеру, у вас есть две одинаковые фенечки, вы ходите друг за друг, за ручки держитесь, и все понимают, что вы пара, к примеру, да, то есть там, фенечки для влюбленных, особенно, допустим, если какой-то намечается, там, День Святого Валентина, и все не знают, что подарить, супер, мы прям выкладываем эти фенечки, можно сфотографировать эти руки, держащиеся друг за друга в этих фенечках, я же правильно понимаю фенечки, что это типа браслета, что-то плетеного? Ага, супер, и все, пишем об этом, говорим, для чего это нужно, потом в описании своего профиля пишем, как с вами связаться, да, то есть пишите в директ, например, для заказа пишите в директ, директ это в инстаграме личные сообщения, как в контакте, вот, или, например, мы можем, ну, или, например, напишем, звоните, и оставится номер телефона, или можно написать, пишите в Viber WhatsApp, или там, пишите на почту, ну, то есть, как удобно с вами связаться, так и пишем, и все, то есть, в описании пишем, в имени пишем, что это фенечки для друзей, или фенечки, там, 8 марта, фенечки, Дню Святого Валентина, вверху в логине своем пишем, там, фенки Орск, к примеру, да, чтобы было понятно, что вы делаете в фенечке, и что они в Орске, или, допустим, если вы их отсылаете по всей России, то можно так и написать, там, да, в описании, то есть, звоните, пишите, доставка по всей России, там, не знаю, бесплатно, или там, платно, или наложенным платежом, ну, там, как выгоднее будет, я просто не знаю, сколько они стоят, да, и, насколько будет затратно их пересылать, доставка бесплатная, мало ли, вдруг там кто-нибудь, на группу берет, и все, и у нас получается, что, у нас получается, вот такая красивая картинка, на которой нарисован наша красивая фенечка, на которой нарисованы люди, которые держатся за руки, да, в одинаковых фенках, и там, друг друга любят, и радуются жизни, у нас сверху написано, как с нами связаться, для чего эти фенки могут быть нужны, и то, что мы доставляем по всей России, плюс, в имени у нас тоже написано, что это фенечки, для чего-то, то есть, нас могут найти в поиске, и плюс, вверху, в заголовке тоже написано, и в аватарке, угадайте, что будет стоять, естественно, тоже фенечки, все, вот у нас готовый инсталендинг, после этого, мы берем сервис, который называется, называется, инстапульс.me, сейчас я вам в чат, даже кину ссылку, на этот сервис, и когда вам будет нужно, можете зайти, и спокойно воспользоваться им. Почему я говорю именно про этот сервис? А все на самом деле очень просто, потому что, этот сервис позволяет пять дней пользоваться всеми его функциями абсолютно бесплатно. То есть, понимаете идею? Мы можем целую неделю продвигать наш аккаунт в инстаграме абсолютно бесплатно. И тут есть момент. В день наш аккаунт может подписаться на одну тысячу человек. То есть, в день наши фенечки, вернее, ваши фенечки, да, увидят тысячи человек. В месяц их увидят 30 тысяч человек. Представляете, даже если конверсия будет 1%, да, то получается, сколько у нас покупок будет? 30? 30 покупок. Практически бесплатно. Да? То есть, допустим, когда он закончится 5 дней, ну, можно будет поискать какой-нибудь другой сервис с бесплатным. 300. Тем более 300. Ну, это вообще какой-то космос. Представляешь? Диана, представляете, у вас купят 300 фенечек за месяц. Вам придется кого-то нанимать, чтобы вам помогали плести. Вот. То есть, соответственно, ну, и это реально. Это реально. Даже, ну, даже не 300. Даже пусть это будет 100. Даже пусть это будет 50, да, ну, если там будет не слишком большая конверсия. Но даже 50 это очень хорошо. Особенно, если это практически бесплатно. Но 20 это уж совсем мало. Не надо. Будем говорить, минимум 50. А представляете, если у вас будет не один аккаунт, не один инсталендинг, а допустим, их будет 5. 5 инсталендингов, да, которые один будет с ручками, держащимися друг за друга, да, фенечки для влюбленных. Другой будет там на девочке, и мы напишем, что это фенечки к 8 марта, или там, фенечки к дню матери, или там еще куда-то, да, там, к дню рождения, да, когда там какая-нибудь маленькая малышка с хвостиками нарисована, да, например, в этой фенечке, и там, вот подарок там, не знаю, любимой племяшки, или любимой дочки, или там, ну, идею поняли, да, как это работали, там, порадуя любимую сестру, и все, и мы делаем, допустим, 5, и у нас получается охват уже не 30 тысяч, а 150 тысяч людей, и даже если из них получается там, ну, то есть получается, сколько там, Максим, посчитай, полтора тысячи, да, получается, фенечек нужно будет продать, а при самом-самом плохом раскладе, ну, это где-то будет штук 500, и это очень круто, и это технология, которая работает, и которой мало кто пользуется, и кстати говоря, кстати говоря, помните, я рассказывал про арбитраж трафика, да, про продажу тех же самых черных масок, да, которые там точки выводят, вот ровно по такой же технологии можно взять, причем, смотрите, на сайтах партнерок, да, на сайтах партнерок, уже есть готовые картинки, вам даже не надо будет делать самую картинку, не надо будет там, я не знаю, заказывать дизайнера или что-то в этом роде, хотя услуги дизайнера, да, вот там на каких-нибудь сайтах фрилансеров стоят копейки, то есть, допустим, вам такую картинку для вашего лендинга отрисуют там рублей за 200, за 300, запросто, а можно и за 100 рублей найти, ну, то есть, копейки, копейки нужно потратить, если, допустим, рекламу размещать в каком-нибудь там ВКонтакте, это будет в разы дороже, вот, и, то есть, уже сейчас, после этого занятия вы можете спокойно начать сами зарабатывать деньги, либо на продвижении своего товара, тем самым увеличив продажи себе, либо продавать чужой товар, абсолютно без вложений, абсолютно бесплатно, понимаете, вот, поэтому, когда я рассказывал, если видели мое видео пригласительное на этот вебинар, я как раз рассказывал о том, что на этом вебинаре я хочу сделать именно занятия вводные, чтобы дать инструменты какие-то, чтобы люди сразу могли ими пользоваться и сразу могли зарабатывать, и чтобы сразу поняли для себя, что действительно здесь можно зарабатывать, и это не так сложно, да, потому что многие говорят, ой-ой-ой, инстаграм, ничего не понятно, я в нем вообще ничего не понимаю, я там не зарегистрированный и вообще не хочу туда лезть, а здесь ничего страшного нет, здесь все очень легко и просто, если со мной согласны, поставьте плюс, пожалуйста, остальные уснули, видимо, я слишком сладко рассказывал, вообще технология продвижения через инсталендинги понятна, я понятно рассказал, давайте я вам все-таки на всякий случай еще скину сейчас ссылку на инсталендинг, чтобы вы зашли и посмотрели своими глазами, как он выглядит, чтобы я был на 100% уверен, что вам понятно, договорились? вот такой вот инсталендинг какой-то конторки игровых автоматов, не знаю, честно говоря, как они продвигаются, я что-то не вникал, походу, они в интернете, потому что у нас в России сейчас запрещены игровые автоматы, но вот как-то они существуют, видимо, они в интернете зарабатывают. вот, с компьютера это будет не так понятно, потому что на компьютере промежутки между фотографиями достаточно большие, но в принципе общая суть будет ясна, ну и плюс можно будет посмотреть, какое там есть описание, как это все делается, зачем делается, ну или допустим, если соберетесь, что можно было дизайнеру послать картинку, сказать, вот хочу вот так только для себя. Так, ну вроде объяснил максимально понятно, мне по крайней мере точно понятно. Если вам понятно, поставьте, пожалуйста, плюсик и пойдем дальше. устали, нет? Я постараюсь до 12. Да, я понимаю, у меня тоже сегодня был тяжелый день, вот, просто, 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 если бы я знал, что у нас все будут Оренбургские, то я бы провел, конечно, вебинар немножко пораньше. Я просто думал, что будут еще люди с Москвы или с каких-то других городов, где разница во времени у нас и поэтому поставил на попозже. Вот, ладно, я постараюсь тогда сейчас прям сильно не растягивать и до 12 постараюсь уложиться, чтобы мы с вами довольны и счастливы и с новыми знаниями пошли с этими знаниями спать. Ладно, поехали дальше. Смотрите, момент какой. Я хотел сделать для вас еще одно упражнение, но, видимо, я его превращу в домашнее задание. Наверное, так будет лучше, потому что это займет время, а времени у нас уже не так много осталось и все уже уставшие. Я попрошу вас сейчас взять ручку с листочком и записать домашнее задание. И я хочу, чтобы вы его сделали и когда пришли ко мне на первый день курса, чтобы вы это задание мне принесли. хорошо? Все взяли ручки? Ну, или, если удобно, там на компьютере можете блокнотик открыть, то есть, это не принципиальный момент. Смотрите, что я предлагаю вам сделать. Я предлагаю вам, у кого еще нет инстаграма, его поставить, у кого уже есть инстаграм, зайти в поиск и посмотреть аккаунты людей и найти аккаунты людей, у которых оформлено неправильно, у которых, допустим, не написано имя или ссылка стоит не там или аватарка какая-то дурацкая или что-то в этом роде. то есть, все, что не соответствует тому, что мы сегодня с вами проговорили по поводу оформления аккаунта. И я попрошу вас написать этим людям в личку в директ следующее. Добрый день! Я хочу немножко подсказать вам по оформлению аккаунта и дать несколько советов по оформлению аккаунта. Что вы считаете нужно поправить? Например, если у человека желательно, чтобы это был не личный аккаунт, а все-таки какой-то коммерческий аккаунт, потому что им это принесет больше пользы. Девочка Маша, которая просто фоткает себя и еду, ей все равно, как у нее оформлен аккаунт. А люди, которые занимаются какими-то ногтями или куклами или чем-то еще, им, скорее всего, будет это полезно. Я попрошу дать им советы, как лучше сделать. То есть прописать в имени, например, их род занятий, может быть, поменять логин. То есть, допустим, если они привязаны к какому-то городу, чтобы они в логине у себя указали город. Чтобы в описании они указали город. Если у них не указано, как с ними связаться, чтобы указали, как с ними связаться. И получить от них благодарность. Благодарность вы от них точно получите. Я неоднократно так делал и всегда мне пишут спасибо большое. для чего я это хочу, чтобы вы сделали. Я хочу, чтобы вы это сделали, чтобы вы поняли, что у вас уже есть какие-то знания и вы можете помогать людям своими знаниями и при этом зарабатывать на этом деньги. То есть в данный момент вашими деньгами будет их благодарность. Но вы уже поймете, что вы можете людям делать аудит. Аудит, кстати говоря, стоит 1000 рублей. Но на начальном этапе хотя бы спасибо. Договорились? А сделаете? А обещаете? Ну смотрите, вы три раза пообещали, теперь у вас просто нет возможности не сделать. Теперь просто обязательно нужно сделать, потому что по-другому нельзя. Если дается обещание, тем более три раза, его обязательно нужно выполнить. Хорошо. Идем дальше. Ага, смотрите. В принципе, основную часть, которую я хотел вам дать, информационную, я дал. Теперь я хочу немножко вам рассказать о моем курсе. Тот, который стартует 11 числа, 11 июля, уже в понедельник в следующем. Чтобы было более наглядно, давайте я вам сейчас пришлю ссылочку на полную программу этого курса. Чтобы вы могли открыть ее и прочитать, что же там будет и зачем все это нужно. Я попрошу вас прямо сейчас скачать его и открыть. Есть такая возможность? Отлично. Тогда скачивайте, открывайте. Прямо минуточку ждем. Когда откроете, поставьте туда плюсик в чат. в чатах. Спасибо. Спасибо. О, уже даже прочли. Я попросил только открыть, а вы уже прочли. Супер. Но все равно давайте прям коротенько пробежимся по плану. чтобы точно не осталось никаких недопониманий и было понимание того вообще для чего это нужно и каким результатом можно прийти. Да, смотрите. Этот курс, получается, это мой второй поток, который полностью переработанный. Да, первый поток у меня длился 30 дней. Максим как раз участвовал. Сейчас что-то он у нас не ставит плюсики. Наверное, уснул. Не дождался. Вот. После этого, после того, как я провел первый поток, я понял, что 30 дней это очень много, что 2 недели это вполне достаточно, потому что за 30 дней люди сильно расслабляются, да, и получается такой достаточно растянутый, затянутый тренинг, такой затянутый курс. Это не очень круто работает, мне не понравилось. Я хочу, чтобы это было более динамично, более активно, чтобы все прям каждый день получали большое количество новых знаний, сразу их внедряли, получали результаты, и чтобы через 2 недели каждый вышел с результатом. Вот. Поэтому курс был полностью переработан моей командой, мы там штурмили целую неделю, разбирали, где промахи были в прошлом курсе, опрашивали людей, спрашивали, кому что нравится, что не нравится, что хочет узнать и так далее. И вот, что из этого получилось. Смотрите, у нас получилось курс из 14 дней. Первый день, это нулевой день, я считаю, который будет 10 числа, в воскресенье. Этот день будет бесплатный. То есть, на него могут прийти все, кто угодно и посмотреть, насколько им это интересно, важно и вообще нужно ли. И дальше уже пойти со мной с понедельника на основной курс. То есть, получается, в воскресенье те, кто придут на первое занятие бесплатное, так же, как и вы сегодня, научатся регистрировать и оформлять свои аккаунты правильно. И плюс к этому ко всему, я расскажу о том, как обезопасить свой аккаунт от взлома. Да, и причем это сразу будет сделано и будет домашнее задание, чтобы каждый человек это сделал. Да, если сегодня мы просто пообщались в виде слушателей, то там это уже будет боевой режим, где нужно будет делать. Там не делать уже будет нельзя. Я расскажу, как обезопасить свой аккаунт и на выходе этого дня мы получим полностью оформленный аккаунт. Правильно, зарегистрированный, правильно оформленный аккаунт и полностью обезопасенный. то есть аккаунт, в котором мы будем уверены, что у нас его никто не украдет. И мы смело сможем его развивать. На следующий день мы разберем тему целей и задач аккаунта, потому что это тоже очень большая тема и в рамках сегодняшнего занятия я просто не успел бы это все рассказать. А у каждого аккаунта есть свои цели и свои задачи, которыми важно понимать, для чего мы это делаем. Потому что, если мы не понимаем, для чего мы это делаем, мы к этому никогда не придем. Это важно понимать. То есть, если этот аккаунт нужен, чтобы продавать, он нужен, чтобы продавать. Если он нужен, чтобы лояльность повысить, он нужен, чтобы лояльность повысить. И не надо путать цели и задачи этих аккаунтов своих. Соответственно, после первого дня, вернее уже после второго дня, после первого платного дня получается, каждый для себя определит, какие у него есть цели и какие задачи можно поставить в своем аккаунте, чтобы этих целей достигнуть. То есть мы определим, для чего нужны те или иные аккаунты и поймем, какой нужен именно вам. И на выходе получим четкое понимание. Пропал звук? Сейчас появился? Поставьте плюсик, если звук появился. Супер. Может быть я микрофон, конечно, как-то от арта просто убрал. Или микрофон тоже устал и говорит, что-то, ребятки, я уже все. Ладно. Прямо быстренько идем дальше. То есть получается, на выходе второго дня мы получим четкое понимание цели нашего аккаунта и с помощью каких задач мы сможем эти цели достигнуть. Так, на третьем дне мы определимся с контентом. Что такое контент? Для чего нужен контент? Какой бывает контент? Да, как его подготавливать? Где брать? Как использовать? То есть, да, как планировать контент на целый месяц? Как составлять контент-планы? Вы получите таблички, с помощью которых сможете контент-план этот составлять, да? Ну и полностью поймете вообще, что такое контент и как он приводит к цели. На четвертом дне мы с вами рассмотрим тему фотобанков. Фотобанки – это такие сайты, на которых есть фотографии, да? То есть я расскажу о том, что не обязательно совсем фотографировать самому. Фотографии в тему можно искать в интернете, причем тоже абсолютно бесплатно. И составлять из них отличный аккаунт, очень красивый, привлекательный, яркий, сочный, насыщенный. Я об этом расскажу, дам вам ссылки на все эти фотобанки, на платные, на бесплатные. Расскажу, как там искать, как пользоваться, какие бывают виды лицензии и еще много всего. И с этим багажом мы уже переходим в пятый день. На пятом дне я расскажу, как автоматизировать размещение постов, да? Чтобы нам не надо было сидеть и каждый раз ручками выкладывать фотографии в своем инстаграме. Я расскажу, как с помощью контент-плана, который мы уже составили на третьем дне, да? И фотобанков, где мы взяли фотографии, просто можно на сайт, на специальный сервис загрузить фотографии, выставить расписание, и они будут просто постепенно идти. Каждый день автоматически, а мы будем сидеть и месяц ничего не делать. А в начале следующего месяца повторим процедуру за один день и опять месяц ничего не будем делать. Только сидеть, отвечать на комментарии и балдеть. А в шестой день, это будет, получается, у нас суббота, да, я проведу живой вебинар, на котором, так же, как сегодня, отвечу на все вопросы лично и расскажу еще много всяких новых штук, которые не вошли вот в темы, которые были, да, то есть, как сделать первые шаги в продвижении, как с помощью друзей продвигаться, как с помощью хэштегов продвигаться и так далее. То есть, там тоже много таких интересных моментов. и получается, в конце первой недели мы получим полностью оформленный аккаунт, мы получим для этого аккаунта полную стратегию продвижения, мы получим целый контент-план на целый месяц, разместим этот контент-план в специальный сервис, который нам весь месяц будет автоматически все выкладывать, да, и узнаем, как продвигаться, как начать продвигаться, продвигать свой аккаунт. А на седьмой день у нас будет выходной. Потому что выходной это очень важная часть любого дела. Да, выходной это от слова выход. То есть, не от слова отдыхать, а от слова выход. Если бы это было от слова отдыхать, то это было бы отдыхной. А это выходной. То есть, это день, когда мы выходим из одной деятельности и входим в другую. Ну и, соответственно, вы займетесь чем-то интересным, увлекательным, что вас зажигает, немножечко отдохнете от инстаграма, и все будет здорово. Так пройдет наша первая неделя. На второй неделе мы плотно займемся исключительно продвижением. то есть, у нас уже есть, что продвигать. Осталось понять, как это делать. Да, в восьмой день я расскажу про белые схемы продвижения. То есть, про те схемы, которые инстаграм никак не наказывает. Да, я расскажу, как продвигаться с помощью рекламы, как давать рекламу блогеров, как давать рекламу в пабликах, как с помощью хэштегов, как с помощью лайков продвигаться и кучу всего. А потом я расскажу, как продвигаться с помощью конкурсов, как создавать конкурсы свои, да, проводить их, как выбирать победителей и так далее. Там тоже очень интересные схемы и тоже практически бесплатный способ, как можно свои услуги, товары и себя продвигать. Да, после этого мы перейдем на десятом дне к небольшому хулиганству. Мы разберем, как продвигаться по серому. То есть, это те способы, которые инстаграм, за которые инстаграм нас может наказать. Но я расскажу, как сделать так, чтобы инстаграм нас за это не наказал. И мы будем изучать серые схемы продвижения. И на одиннадцатый день мы коснемся плотнее уже инсталендингов. Да, вот про то, что я сегодня рассказывал, я расскажу более подробно. То есть, я выложу целую видеоинструкцию по тому, как этот инсталендинг сделать. Да, как в фотошопе его сделать там буквально за 15 минут. И то, что это совсем не страшно. То, что можно даже не нанимать никого дизайнера, все сделать самому. Как нарезать эту фотографию, как закачать ее в правильном порядке в инстаграм. И так далее. Как продвигать этот лендинг с помощью сервисов. То есть, полностью. И на выходе получается мы получим свои инсталендинги готовые, полностью оформленные, плюс заряженный сервис. И уже начнем продвигать свои услуги. Это будет у нас в одиннадцатом дне. В двенадцатом дне я расскажу про услуги, про поиск своих клиентов первых, да, и по продвижению своих услуг. Я расскажу, что писать клиентам, как писать клиентам, где их искать, этих клиентов, да, какие тексты им писать правильно, как до них донести пользу того, что мы делаем, чтобы они поняли, что им это действительно нужно. И на тринадцатый день, опять в субботу, получается, я проведу живой вебинар. На этом живом вебинаре я отвечу на все оставшиеся вопросы, которые только смогут рассказаться. Но я надеюсь, что они не останутся. Потому что, когда мы делали мозговой штурм, да, мы, то есть, выявили все вопросы, которые могут быть, которые были у людей на предыдущем курсе у людей, которые просто мы проводили опросы, да, и выявили эти вопросы, и на них ответили уже в курсе. Но мало ли, вдруг еще что-то останется, вдруг еще какие-то вопросы останутся, на них я тоже отвечу. Плюс, в этом курсе, чтобы он был более динамичный, и чтобы вы имели больший стимул, да, двигаться по этому курсу быстро и качественно, я придумал схему баллов. То есть, за каждое домашнее задание, каждый день вы будете получать домашнее задание, которое нужно будет выполнить. И за каждое домашнее задание я буду ставить оценки, баллы. По такой системе. 3, 5, 7, 10 баллов. 3 балла, это значит сделал. Ну, в принципе, сделал. Кое-как, скрипя, но сделал, да, то есть, если меньше 3, то это надо доделывать будет. Я не пропущу тех, кто просто так сделает. А бы как. Мне нужны ваши результаты, чтобы вы у меня в конце двух недель вышли радостные, довольные, счастливые и говорили, ох, обалдеть, я уже первые деньги получил. Это моя задача, и я хочу, чтобы она была достигнута. Вот, соответственно, 5 баллов, это хорошо сделано, 7 баллов, это отлично сделано, а 10 баллов, это сделано чуть больше, чем даже требовалось. Вот, и, то есть, вам в идеале нужно делать чуть больше, чем я от вас хочу. Тогда ваши результаты будут больше, потому что, ну, в любом случае, я не могу гарантировать ваших действий, да, то есть, ваши результаты будут зависеть от ваших действий. Чем больше вы делаете, тем больше вы получите результат. Я буду вас всячески в этом поддерживать, я буду вас пинать, да, то есть, у нас будет отдельный чат создан, где мы будем общаться между собой, задавать вопросы, если какие-то вопросы, затыки будут появляться, да, мы все будем решать. Плюс, получается, вы можете общаться между собой и друг с другом задавать вопросы, делиться какими-то радостями, грустями, печалями, открытиями и так далее. И, по итогу всего курса, те люди, которые наберут 80 баллов и больше, попадут в мою закрытую группу. Закрытая группа – это сообщество тех людей, которые интересуются заинтересуются заработком, продвижением себя и других людей в Инстаграме, где я буду постоянно выкладывать новые фишки Инстаграма, новости Инстаграма, которые появляются, потому что Инстаграм – это очень динамично развивающаяся социальная сеть, буквально каждый день что-то появляется новенькое, что-то меняется, соответственно, вы будете первыми в курсе, плюс вы будете вариться с людьми, которым это тоже интересно, соответственно, вы постоянно будете в курсе, да, и вы будете на гребне. И поэтому я всем желаю в эту группу попасть. Участие там бесплатное, и это круто. Я рад, что я так придумал, потому что не хочу я никакие дополнительные деньги за это брать, я хочу, чтобы было большое сообщество. Если кто-то видел мое первое видео, с чего у меня все началось, то у меня есть огромная, большая цель. Сейчас я уже не буду об этом рассказывать, поздно, но потом я обязательно расскажу на курсе, какой-то день выделить, на вебинаре, возможно, и вкратце расскажу о своей большой цели, которой я иду и зачем я все это затеял. И на выходе, на выходе, что вы получите? Вы получите полный набор навыков и знаний по тому, как вести, продвигать Инстаграм и как в нем зарабатывать. Я ожидаю, что вы будете зарабатывать при условии, что вы будете делать все очень качественно, очень хорошо от 5 до 20 тысяч в месяц. Это вот такой мой ожидаемый ваш доход по окончанию этого курса. Повторюсь, я не могу вам его на 100% гарантировать, потому что я не могу гарантировать ваши действия. Но я очень хочу, чтобы это было так, и я буду всячески вас в этом поддерживать. Вот как-то так. Вот у меня вопрос теперь. Есть вообще интерес? Охота пойти на курс? Если хочется, поставьте плюс, пожалуйста, в чат. Если не хочется, поставьте минус. А что смущает Диана? Что-то смущает? Ну, финансовая возможность на самом деле тоже такой интересный момент. Если бы я сказал, что я вам сейчас айфон за 5 тысяч подарю, шестой, 6s, например, вы бы нашли 5 тысяч? А я думаю, чтобы нашли, но все-таки за 5 тысяч получить телефон за 60 тысяч? Ну, ну ладно. Ладно, я понял. Смотрите, идея в чем? Идея в том, что те, кто сегодня сможет зайти и готов зайти, да, я готов продать этот курс за 3 тысячи рублей вместо 5. Почему? Да, это не какой-то там супер маркетинговый ход хитрый. Тут немножечко дело в другом. Просто те люди, которые заходят сразу, для меня более выгодные. Во-первых, потому что у них есть решимость, да, я не точно уверен, что они будут делать что-то, и мне с ними проще. А во-вторых, мне не надо за ним бегать. То есть, соответственно, мне не надо на них тратить свое время, мне надо тратить время моей команды и так гораздо проще. Поэтому я готов сегодня, кто готов внести оплату, продать этот курс всего за 3 тысячи. Кто не готов, тот, ну, соответственно, пойдет уже позже, но за 5. Вот. Такой момент. Я понимаю, что не каждый готов сразу принять такое быстрое решение, да, именно поэтому у меня было создано бесплатное вводное первое занятие, которое пройдет в воскресенье. То есть, у нас сегодня четверг, да, уже практически пятница. Я приглашаю вас на свое первое бесплатное занятие всех. У вас будет как раз время подумать, может быть, действительно, для вас это будет, ну, для вас это ценно, вы поймете, что, ну, это выгодно вам. И вы найдете деньги или время, или еще что-то, и все-таки решите записаться. В любом случае, я вас жду в воскресенье на своем занятии, да, более точно по времени я еще отпишусь каждому из вас в личку. Добавляйте ко мне в друзья вконтакте, будем дружить, я у себя на стене пишу всякие мысли и по поводу инстаграма, и просто по поводу всего. Так что, я думаю, тоже будет все интересного. И в любом случае, все, кто придет в понедельник, ой, вернее, в воскресенье на первое бесплатное занятие, я жду от вас домашнее задание, которое вы мне пообещали сделать. договорились? Диана, я все помню, вы мне пообещали три раза. Супер. Супер. Хорошо. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли. Спасибо вам большое за то, что были такие активные. То, что со мной взаимодействовали, ставили плюсики, лайки, писали какие-то комментарии. Мне это очень приятно. Мне это... Да, это очень здорово, когда чувствуешь обратную связь, понимаешь, что не зря все это затеялось, то, что не зря готовился, нервничал, переживал, потел. То, что это было важно и интересно. Я тогда попрошу вас сделать одну маленькую вещь для меня. Я сейчас пришлю вам в чат ссылку на тему в моей группе с отзывами. Я попрошу написать небольшой отзыв по этому вводному занятию. Да, я не прошу вас писать какие-то хвалебные оды, я хочу получить честную обратную связь, чтобы понять, что было хорошо, что было плохо, может быть, что-то надо улучшить, что-то добавить. Или если все хорошо, то что хорошо. Вот. И если все понравилось и все было здорово, то еще попрошу расскажите своим друзьям о моем курсе, может быть, им будет интересно. договорились? Так, вот ссылочка на мою тему с отзывами. Я жду от вас отзывов, добавляйтесь в друзья и жду вас на первом бесплатном занятии, которое пройдет в воскресенье. По времени я вам заранее отпишусь, я думаю, или в пятницу вечером я отпишусь, или в субботу днем, чтобы у вас было время со своими делами какими-то расквитаться, да, и прийти ко мне на первое занятие. Договорились? Отлично! Я был рад, что вы все пришли, всем большое спасибо, всем спокойной ночи и пока! Всего доброго! Продолжение следует...